Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Руслан Хубиев. Я не побрился, у меня безумно уставшие глаза, сейчас вторая половина мая. Это значит, что пора записывать ролик, что почитать про лунного рыцаря. 10 комиксов, которые я вам посоветую, если вдруг вы решили увлечься или увлеклись после выхода сериала, или же просто решили почитать что-нибудь про Марка Спектра, точнее Джейка Локля. Точнее, Стивена Гранта. Точнее, Руслан. Вы мне... Короче, лунный рыцарь. Шутейка была, поняла? Поняла, да. Лунный рыцарь крайне интересный персонаж. Я так говорю много про кого, почитай про всех, потому что у всех персонажей порой есть крайне интересные истории. Однако с лунным рыцарем все немножечко иначе. Лунный рыцарь это один из тех персонажей, про которых я говорю. Про них написано мало, но большая часть того, что про них написано, хорошо. Лунный рыцарь самый яркий тому пример. Вышло огромное количество комиксов про него, в том числе и на русском языке. И большая половина этих комиксов действительно заслуживает вашего внимания. Однако, чтобы не делать ролик довольно очевидным и не называть просто все, что вышло на русском языке, я решил немножечко окунуться в прошлое и сделать некую ретроспективу того, что выходило про лунного рыцаря. И рассказать вам о том, что я советую прочесть в первую очередь, если вы решили впуститься в замечательное плавание безумия, расщепление личности и крайне красивых и интересных визуально, а также сценарно комиксов. Так получилось, что на русском языке вышло довольно большое количество серий про лунного рыцаря. Но с одной поправкой. Почти все эти серии, ну 99% этих серий, покрывают более современный период жизни Марка Спектра. Я же начну по хронологии с самого первого появления до самого конца. И так получится, что по сути я как раз таки разделю ролик на то, что еще не вышло на русском и то, что вышло на русском. Удобно, классно, здорово и возможно станет для вас поводом потянуть английский язык, потому что среди невысшего есть очень большое количество алмазов, на которые я советую обратить внимание. Начнем с самого начала. Впервые лунный рыцарь появился в 32-м выпуске Werewolf by Night 75-го года. И так получилось, что да, он стал гостем этой серии и занял роль антигероя-злодея в сюжете про Жака Рассела Обратня. И данный комикс есть на русском языке от издательства Камильфо. Ребята его издали в сингле. Но суть вот в чем. Казалось бы, первое появление, стоит читать первое появление и познакомиться с персонажем. Но на мой взгляд, несмотря на то, что технически и фактически он появился в 32-м, ну и далее в 33-м выпуске Обратня, начинать стоит не с него. То есть вы можете чекнуть, как вообще появился данный персонаж в истории комиксов, но настоящее начало и, считай, полуориджин персонажа состоялся в другом комиксе, который на русском языке, к сожалению, не выходил. Речь, разумеется, про Marvel Spotlight номер 28 и 29 из 1976 года завтрастом Дага Менчо. Данные два выпуска содержат в себе, помимо очень посолственного суперзлодея, завоевателя, содержат в себе большое количество первых появлений второстепенных персонажей, второстепенного каста, который играет огромнейшую роль в жизни Марка Спектра. Что вы понимали? Для тех, кто немножечко все-таки читал или слышал, или смотрел сериал, разумеется, вы знаете Лунного Рыцаря, может быть, вы знаете Француза, его верного сайдкика и помощника, и пилота его Луна-вертолета. И они появились в оборотне, да, но в Spotlight появились такие персонажи, как Кроули, бездомный информатор Марка Спектра, Джина, заведующая кофейней и закусочной с двумя сыновьями, которая тоже является довольно важным человеком в жизни Марка, Марлин, его девушка, любимая любовь всей его жизни. Сэмюэлс, дворецкий Марка Спектра, точнее Стивена Гранта, неважно. А также именно в Marvel Spotlight нам показали его личности и сам факт того, что он использует разные личности. Личность таксиста Джейка Локли, личность Стивена Гранта, личность Марка Спектра, наемника, личность Лунного Рыцаря, непосредственно антигероя и врага всей преступности. Спотлайт 28 и 29 это то, что обязательно стоит прочесть людям, которые знакомятся с Лунным Рыцарем. Потому что в этих двух выпусках вам рассказывают практически все, что нужно знать про Марка Спектра и по сути эта сюжетная арка является таким ориентиром, показывающим, что это за персонаж и куда он дальше пойдет. Так что первый комикс в данном списке это Marvel Spotlight номер 28 и 29. На русском, к сожалению, не издавался, но вы можете поискать его в интернете и прочесть его там, чтиво, хорошее. Далее Лунный Рыцарь после ряда появлений тимапов типа появлений Spectacular Spider-Man и Marvel тимап с существом отправился в путь в Британию, а точнее в журнал Hulk Magazine. Британский журнал, о котором я часто вспоминал в рамках прошлых персонажей, это журнал, который содержал в себе более... не люблю это слово... более взрослые, более красивые, более жестокие и довольно яркие истории про персонажей, про тех или иных антигероев. Вроде Marvel Preview, с которым я много раз говорил. И Лунный Рыцарь был там с 11 по 15 выпуск. Интересный факт. Данный комикс стал, по сути, первым комиксом, первым опытом работы с комиксами, со зарабатыванием на жизни, имею в виду, профессиональной работы с комиксами, Билла Синкевича, художника, которого вы знаете, если вы смотрите мой канал, и знаете, как его люблю и восхищаюсь. Человека, который подарил нам миллиарды великих обложек, человека, который нарисовал замечательных новых мутантов, обзор на которых я делал. Кстати, подсказка будет наверху, если вам интересно. Невероятно талантливейший художник. И первой ступенькой в его карьере стал как раз-таки Лунный Рыцарь. Я не стану добавлять Hulk Magazine в свой список, потому что в целом вы можете его пропустить, ничего не потеряв. Но я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с данным журналом и в целом с данным периодом, и почитать, что там по Лунному Рыцарю писали перед запуском его сольной серии. А вот и второй пункт нашего списка. Первая сольная серия Лунного Рыцаря, вышедшая уже в американском Marvel в виде Онгоинга, с авторством Дага Менча, опять же, и с рисунком Билла Синкевича. С данным периодом у меня возникли проблемы. Я объясню. В целом, я думал разбить данный период на истории и выбрать самую интересную. Но перечитав, я осознал, что мне тяжело выцеплять прям самый-самый яркий, потому что весь данный период офигителен. Я очень советую вам его прочесть. Там всего 30 выпусков, если мы говорим про непосредственно данный тандем. Это невероятно крутейшая чтива, замечательнейшая классика, которую стоит прочесть каждому. И, возможно, если я буду делать вторую часть данной подборки, я для тех, кто не стал читать все 30 выпусков, вычлему какие-то отдельные истории. Потому что я начал разбирать и подумал, так, что мне выкинуть, что оставить? Первая арка 100% остается, потому что в первом выпуске нам рассказывают о том, как Марк Спектр стал лунным рыцарем, о том, как его убил Бушман, о том, как он был наемником, и его убили, и Хоншу его воскресил, и сделал его своим символом, своим послушником, который должен защищать странников ночи. О том, как он познакомился с Марлин, это, по сути, Ориджин. Самый первый выпуск — это Ориджин. Крайне сильный, крайне классный Ориджин. Поэтому его выкидывать нельзя было. Второй выпуск с Слэшером, серийным убийцей — сильнейшая история, которую тоже выкидывать нельзя. Третий выпуск — первое появление Миднайт Мэна, Могарта, который тоже играет очень важную роль, будучи одним из главных антагонистов нашего рыцаря. Двадцать шестой выпуск — Хитит, который вообще является одним из самых культов и интересных с визуальной точки зрения. Там как раз-таки Синкевич плюс-минус расписался и показывает, что он может. И к тому же у него есть интересная история создания, когда Синкевичу не хотели давать данную историю и попросили сделать что-то простое, чтобы он успел все нарисовать, так как он не успевал. Поэтому в половине панелей вы можете найти детские рисунки. Это история о мальчике, который подвергался насилию с стороны отца, отца, который его избивал постоянно. И когда этот мальчик узнает, уже парень, уже мужчина, узнает, что его отец погиб, он срывается и начинает избивать всех вокруг, тем самым проецируя то насилие, которое он испытывал, и ту боль, которую он испытывал, на других, пытаясь тем самым отомстить своему уже почившему отцу. Он не успел ему отомстить, и поэтому он срывается на всех остальных. Сильнейшая история про насилие, сильнейшая история, одна из самых лучших в Лунном Рыцаре, на мой скромный взгляд. Тоже я не могу ее выбрасывать. Короче, все 30 выпусков я советую вам прочесть обязательно. Данная серия, она показывает в целом то, каким Лунный Рыцарь является персонажем. Я очень люблю Лунного Рыцаря, мне очень нравится ранний Лунный Рыцарь. Это персонаж, который носит разные личины, меняясь при этом. Это не история про психические болезни, это не история про самокопание, это история про персонажа, который просто делает то, что он делает. Это миллионер с любимой женщиной, с замечательным сайдкиком, с прислугой, который постоянно острят в его сторону. Это история про дружбу, история про серийных убийц. Это все вместе в одном, и при этом то, что не перемешивается. Лунный Рыцарь крутейший персонаж, мне безумно он нравится по характеру. Это неунывающий, вечно остряющий, веселый, крутой, вот в самом понятном для вас понимании слово крутой, да, вот что вы считаете крутым, это оно, это Марк Спектр, это Лунный Рыцарь, это Грант, это Локли. Данный том всеобъемлющ, и я настоятельно рекомендую вам его прочесть. Найти в интернете, сидеть со словарем, это того стоит. Почти каждый выпуск, это отдельная история, не так часто там появляются многономерные арки сюжетные, там по большей части берется одна история на выпуск, и зачастую это какие-нибудь терийные убийцы, преступники, призраки. Почти все главные злодеи появились в первом томе, да, там, от каких-нибудь Миднайтменов, до каких-нибудь Блэк Спектров, если мне память не изменяет. Короче, первый том настоятельно рекомендую к прочтению, он того стоит, он того заслуживает, это всего лишь 30 выпусков, по меркам комиксов, это, ну, вот столько, и несмотря на то, что там много текста, я очень советую, перед тем, как вы перейдете к современным вещам, я объясню потом почему, но перед тем, как вы перейдете к современности, к современным сериям, к современным аркам, попробуйте, просто попробуйте почитать классического Лунного Рыцаря, после него все остальные более современные серии будут читаться намного интереснее, намного лучше, потому что все это переработка, деконструкция, или же изменение того, что было тогда. Запомните это, закрепите это, и надеюсь, что вам понравится. Дальше. С третьим комиксом вышла странная ситуация, на самом деле, потому что я набрал 9 комиксов, о которых я хочу рассказать для новичков, для людей, которые только-только приходят на Лунного Рыцаря, и я понял, что мне нужен еще один для красивого числа, я не мог выбрать какой, то есть мне не хотелось разбивать первый том на арке, может быть я это сделал в следующей части, если вдруг будет интерес, если вдруг вам понравится этот выпуск, вы заходите еще, потому что по Лунному Рыцарю много, что можно почитать и много, что можно вычленить. И думая, 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 я решил, что сделаю вот так, я пропущу Марк Спектр с Муннайт, который писал Диксон, который писал Зеленец, то есть вот-вот всех этих чуваков, я их пропущу, оставлю на следующий раз, не самые, на мой взгляд, явно интересные вещи, но там тоже есть свои алмазики. И я решил взять третий том Лунного Рыцаря, то, что значит за третьим томом, это лимитка, опять же, от Дага Менча и Томми Ли Эдвардса, который рисовал 385, Миллоровский, и рисовал bullet points, рисовал вопрос, по-моему, Mother Panic он тоже рисовал. В общем, художник интересный, как минимум мне, поэтому я решил, собственно, добавить эту самую лимитку сюда. В чем ее суть? Суть в том, что она рассказывает про второе прирождение Марка Спектра. Как вы знаете, Марк Спектр был убит в Египте, под статой Хоншу он воскрес, получив силы Лунного Рыцаря, хотя суть его силы, она тоже забавная, потому что изначально ему отдавали суперсилы, ему объясняли суперсилы, и их связывали с тем, что его укусил оборотень в момент, когда он с ним дрался в первом появлении, и теперь, когда полная луна, он сильнее, быстрее и так далее. Но на это потом со временем забили. В 94-м году, в 60-м выпуске Марк Спектр Лунный Рыцарь, Лунный Рыцарь, ну, немножко почил. К сожалению, это тот спойлер, без которого я не могу рассказывать, поэтому простите, да, там его подорвали. И 4 года спустя его возвращают, Дагменч его воскрешает снова через силу Хоншу. И данная лимитка рассказывает нам о том, как все злодеи, все главные злодеи Лунного Рыцаря объединяются, чтобы дать ему отпор под предводительством сета. Данная лимитка интересна визуально, данная лимитка интересна сценарно, потому что вы узнаете, почему постоянно говорят про несколько воскрешений Лунного Рыцаря, где они произошли, а не произошли в ней. Данная лимитка в целом хороша. Это все тот же Дагменч, это тот же человек, который подарил нам прекраснейший первый том, и человек, который умеет писать и знает, как писать Лунного Рыцаря. Поэтому, если вдруг вы прочитаете первый том, огромное вам спасибо за это, я очень ценю, что вы меня слушаете, и вам понравится, буду этому тоже рад отдельно, то обязательно чекните и данную лимитку. В целом, можете пойти дальше и читать вторую лимитку, читать отдельную следующую серию. Но, насчет Resurrection Army, на него обратите внимание. Я думаю, что если вы читали Лунного Рыцаря хотя бы первый том, вы там все поймете, вас там ведут в курс дела, и вы получите удовольствие от увиденного. Это действительно достойное чтиво, которое я запихну в данный топ, потому что 10 лучше, чем 9. Дальше. Дальше мы скакнем в более изведанные для многих территории. Мы скакнем в современного Лунного Рыцаря. Если быть точнее, в Лунного Рыцаря нулевых. За астростом Хьюстона Финча. Это Лунный Рыцарь с 2006 года. Если не изменяет память, это Лунный Рыцарь преграждан ночный и заходящий на гражданскую войну. Это современный Лунный Рыцарь, о котором вспомнили. Если что, поправочка, которая должна была быть сказана вначале, я не буду брать в этом топе командное участие, точнее Лунного Рыцаря в Мститрах Западного Побережья. Вот он стоит. Не буду учитывать Тайных Мстителей и прочие его командные вещи. Я буду учитывать непосредственно сольные серии. В нулевые Хьюстон и Финч представили нам более мрачную версию Лунного Рыцаря. Более да, да, арковую, темную, реалистичную, вот это вот, все как вы любите. Более неординарную версию Лунного Рыцаря. Лунного Рыцаря, читая которого, тебе физически больно. Не потому, что комикс плохой, а потому, что ну там прям, ну, балабановщина. Там прям, ну, тяжко. Лунный Рыцарь в пустой комнате, заросшей, с бутылками, в инвалидном кресле, рядом со статуей Хоншу, брошенный всеми, в серых тонах, без девушки, без сайдкиков, без друзей, без всех, сидит в одиночестве. И рядом с ним олицетворение Хоншу, которое приняло вид Бушмана, его главного архиврага, без лица, потому что Лунный Рыцарь в первом же выпуске отрывает ему лицо, самому главному заклятому врагу, который его убил под статуей Хоншу, собственно. Все это в таком злачно-мерзком виде описано, что тебе больно и тяжело это читать. Тем более, если ты читал или читал первый том, Хьюсоновский Лунный Рыцарь это чтиво, скажем так, не для всех. То есть, если вы обожаете 90-е, мускулинность спаунов, накачанных людей, грязь на улицах, вот это вот все, не любите более праздное, более, более веселое, более оптимистичное чтиво, вам зайдет 100%, я даже не сомневаюсь. Но, я так любил, когда читал Лунный Рыцарь, я так любил этого самого веселого Марка Спектра, Спектра, который, несмотря на всю хрень жизни, не теряет этого энтузиазма, увидеть его таким разбитым, таким упавшим, упавшим на такое дно, было больно, очень больно. Но вы спросите, зачем я это добавил? Затем, что как раз таки это и делает комикс хорошим. Я не самый большой фанат слога Хьюстона. Мне он не очень нравился в «При гражданке», мне не очень нравится «Перед гражданской», мне не очень нравился он в первых выпусках, хотя там рисует Финч, а Финч, скажем так, это такие сладкие нулевые, что пройти мимо них тяжеловато. Хьюстоновский ран, 14 выпусков, это то, что стоит прочесть. Этого нет на русском языке, но это стоит прочесть. Это показ иного Лунного Рыцаря, а Лунного Рыцаря не просто наводящего ужас на врагов, а наводящего ужас на читателя. Так все плохо, так все кроваво, так все мясисто там. Ух, это было, это было интересно. Это было интересно. Я помню свое первое прочтение, когда, причем я его читал до того, как я прочел первые тома, вообще узнал про Лунного Рыцаря, ну и слышал про него, разумеется. И я почитал Хьюстон, и охренел немного. Вот, но затем я перечитал первый том, я вернулся к нему и охренел еще сильнее, потому что одно дело видеть, как страдает персонаж заглавный, другое дело видеть, как страдают второстепенные персонажи, которых ты полюбил, которых ты, которым ты привык, которых ты стал ценить, и которыми ты стал дорожить, и о том, в какую грязь, и в какие каналы их макают. Это тяжело. Поэтому я советую вам попробовать почитать, и напишите в комментариях свое мнение, и конкретно этого рана мне интересно, потому что, если вы читали про Лунного Рыцаря, там, классику, или, там, несовременные вещи, каково это будет читать сейчас? Что вы думаете, напишите в комментариях, потому что Хьюсоновский ран интересный по-своему, скажем так, но я его все равно добавлю в список, чтобы почитать, чисто эксперименты ради. Читать ли данный том после 14-го выпуска? Пишет его Бенсон, и, на мой взгляд, это крайне непримечательное чтиво. Там происходили некоторые вещи, о которых вспоминают дальше, которые аукаются, которые появляются и упоминаются, типа смерти Марка, смерти Марка Спектра, как личности, Джейка Локли, который дерется за деньги в Мексике и все такое. То есть, об этом вспоминают, но я не самый большой фанат, скажем так, Лунного Рыцаря, как части вселенной Марвел. Это как с Карателем, то есть, как персонаж отдельный, он крайне интересен, но как только его начинают связывать со вселенной Марвел, с гражданкой, с регистрацией, это, как раз, и тот самый период, когда его заставляют зарегистрироваться, его хотят упрятать в тюрьму, потому что обеим сторонам он нахрен не нужен. То есть, буквально есть риторика о том, что ни во время гражданской войны, что ни Тони Старку, ни Кэпу, такое в команду вообще не надо. Настолько психически нестабильный человек, что лучше его держать подальше, даже карать или тот постабильнее будет. Если вам интересно, как вообще Лунный Рыцарь вписался во вселенную Марвел нулевых, как раз таки периода глобалок и событий, то да, попробуйте. Но Бенсон, как сценарист, мне не очень нравится, но может быть он понравится вам, тогда я буду рад, что кто-то нашел в Тиве больше удовольствия, чем нашел я. Vengeance of the Moon Knight. Следующая по хронологии сюжетная линия, следующая по хронологии, следующая по хронологии том, отмщение Лунного Рыцаря от Хурвица и Апенья. Это новый период жизни Лунного Рыцаря, после ухода на самое дно Донское, которое могло быть, спасибо Хьюстону и Бенсону, приходит новый автор, и Лунный Рыцарь как ангел, как просто, как, как, как ракета взлетает в небеса радости, теплоты, яркости и добра. Это действительно воскрешение персонажа и вытаскивание, попытка вытащить его с того самого дна, в который его закопали, психологического дна, в который закопали предыдущие авторы, сделав его снова антигероем, который не вырезает Луны на лбах людей, как это было у предыдущих чуваков, а именно спасает людей и пытается сражаться и пытается бороться со своими демонами, буквально, в данном случае с Хоншу. Я очень люблю первую арку данной серии, да, она все еще завязана немножко на вселенной Марвел, ну как немножко, это период темного правления, это сражение Лунного Рыцаря, которое и так уже было с громоверствами в предыдущем томе, это сражение Лунного Рыцаря со своими злейшими врагами, которые были воскрешены Норманом Олсборном, директором защиты, Молота, точнее, извините. Это все еще сильная привязка к Марвел, но при этом читая его после Хьюстона и предыдущего тома, ты как будто выдыхаешь, то есть как будто какой-то груз сваливается с твоих плеч, ты увидел такое падение и тут он воспрял и тебе самому легче, и ты видишь знакомых людей, Марлин, Сайдкиков и прочих, прочих друзей его, и тебе прям, ну дышать проще. Я очень советую читать вам все это в сцепке, правда, это в сцепке очень хорошо работает именно с точки зрения сценария. Первая арка обязательно к прочтению. Дальше такое, потому что дальше после первого сюжета идет тимап кроссовер с Дэдпулом посредственный, идет Шэдоу Лэнд тоже довольно посредственный, идет подводка к секретным Мстителям, как раз таки, куда его взяли, где он был в команде, тоже такое себе, на мой взгляд. Но первая арка огонь. Первый сюжет данного тома, Vengeance, это очень-очень классно и круто, обязательно чекните, напоминаю, и настаиваю читать его вместе с предыдущим томом. Вместе они работают просто божественно. И, к сожалению, все еще тоже нет на русском языке. Вот мы и зашли на территорию того, что на русском уже есть. Почти весь Лунный Рыцарь у нас на русском сдается издательством Альпака. Спасибо большое за это. И не так давно они анонсировали, что скоро, уже совсем скоро, на полках появится очередной Лунный Рыцарь. Это Лунный Рыцарь, Брайана Майкла Бенниса и Малеева. Я его читал три раза, и два раза я его читал отдельно от всего остального. То есть, да, без каких-то нагонов, без попыток охватить все. То есть сейчас, вот, готовясь к этому ролику, я решил прочесть все скопом и разом. Что-то прочесть, что-то перечитать. Допустим, какие-то сюжетные арки типа третьего тома классического Лунного Рыцаря я не читал до этого и прочел, и был в восторге. И Лунный Рыцарь всегда мне казался Бенниса, хорошим комиксом. Ну, интересным, хорошим примером Бенниса и Малеева. Тандема, который подарил вам сорвиголову. Так-то оно так. Это действительно хороший комикс про Лунного Рыцаря. Но он хороший комикс в вакууме. Это конь в вакууме. Дело в том, что Лунный Рыцарь Бенниса очень хорошо читается отдельно от всего, но очень плохо читается вместе со всем. В Лунном Рыцаре Бенниса Беннис как бы наплевал на все, что было до и наплевал на все, что будет после. То есть, если у нас уже к моменту вот вы фанат Лунного или фанатка Лунного Рыцаря, да, вы читаете вот про него все, что выходит на русском языке, то, что не выходит на русском языке, читаете его с самого начала, читаете, читаете, читаете и тут наткаетесь на Бенниса и такие, ну, типа, окей, Беннис, Малеев, я знаю, это классный состав, что там будет. И вы уже привыкли к трем личностям Лунного Рыцаря, к Марку Спектру, Гранту, Локли. А вы привыкли к сайдкикам, вы привыкли к его девушке Марлин, вы знаете этих персонажей, вы уже, ну, свыклись с тем, что их постоянно мотают, но они есть. И тут, короче, приходит Беннис и говорит, плевать на девушку, на всех, короче, Лунный Рыцарь в Лос-Анджелесе снимает кино про себя, а его личности теперь не Джейк Локли, таксист, Стивен Грант, миллионер и Марк Спектр, наемник, его личности теперь Капитан Америка, Росомаха и Человек-паук. Это его новые личности. И возникают вопросы, то есть, а как же девушка, там, которая вроде беременна была, Марлин, а как же, а как же, почему именно так? Это тебе не объясняется и не поясняется, по крайней мере, в этом томе. То есть, тебя ставят перед фактом. Появляется эхо, появляются злодеи, которые Беннис очень полюбился, в нем сорви головы, там, какие-нибудь графы нефари и так далее. То есть, данный комикс очень хорош в отдельности. Но если ты начинаешь задумываться и как-то пытаться засунуть его в таймлайн и засунуть его в порядок томов, у тебя немножко ломается мозг, потому что не сходится пазл совершенно. Поэтому данный комикс, он хорош, но он хорош в изоляции от всего остального. Постарайтесь забыть про существование данного комикса, точнее, в голове его определить к другой вселенной, к вселенной Marvel Knights какой-нибудь, да, там, вычленить его из этого списка. Пускай про него будут вспоминать в дальнейших сериях, в дальнейших выпусках, но все равно читайте его отдельно, не задумывайтесь, вообще не задумывайтесь о том, почему так. Просто примите тот факт, что в данном комиксе все работает именно так. Да, Марк Спектор, голова Альтрона, в костюме Человека-паука, думаю, что он Человек-паук, а также у него есть Кэп и Росомаха, которые тоже в его голове, и он тоже может ими становиться, как бы, и Эхо из Мстителей, которое является тоже его любовным интересом в данном выпуске, хотя, типа, как же предыдущая девушка нам седла. Ну, в общем, да, это хорошо. Мне было тяжело как-то описать, почему комик стоит читать и как его стоит читать. Но в данном случае его стоит читать, но при этом забыв про то, что было до этого и забив над все, что будет после. Просто читать его в изоляции, отдельно, и да будет вам счастье. Marvel Now. Что бы вы понимали, перед тем, как записывать подобные ролики, я всегда привожу себе список вещей, которые я буду упоминать. То есть, там, выпуски, номера, годак, если я вдруг перепутаю, забуду, порядок иногда, потому что в голове тоже все путается, хотя я структурировал отрасль. И здесь у меня записано это не просто Run Marvel Now, а записано как Великий период Marvel Now, потому что это лучшее, что выходило по Лунному Рыцарю на мой скромный и субъективный взгляд. Период Marvel Now в 2010-х годах объявили о том, что писать Лунного Рыцаря будет Уоррен Элис. Если что, Уоррен Элис это, ну, допустим, еще... Если вы в комиксах новенький, то Уоррен Элис, если что, это вот. Это Трансметрополитов. Ну и множество других комиксов. И когда люди узнали, они начали пританцовывать, трясять или сами, потому что это было интересно. Уоррен Элис, Шелви на Лунном Рыцаре. Что нас может ждать? Нас может ждать нечто прекрасное. Это история о появлении новой личности Лунного Рыцаря, Мистери Найт. Если вы видели картинку с Лунным Рыцарем в костюме, это эти ребята придумали. В белом костюме и в масочке. Мистер Найт. Run Marvel Now является набором маленьких сюжетов на один выпуск, по большей части, которые связаны одной тонкой-тонкой линией до самого конца. И суть данного тома в том, что у него три автора и три художника. Начинает писать Уоррен Элис с рисунком Криса Сомни. Затем на шестом, если мне не имеет память, выпуске подключается Брайан Вуд с Грэгом Смолудом, а завершает все это Бан. Каллен Бан. Данный том уникален. Данный том необычен. Данный том визуально прекрасен. Данный том стоит читать всем. Это набор красивейших панелей с захватывающей историей, которая тебя цепляет, потому что ты по большей части ничего не понимаешь. Это том, который стал ключевым. Ключевым для персонажа, который перестал уже быть чем-то значимым и весомым вселенной. Потому что в этом томе его убрали с этой самой вселенной. Его поставили отдельно и дали ему ряд дел, с которыми он разбирается. Мистер Найт новая личность, личность, которая занимается тем, что она работает с полицией. Это как бы технически не лунный рыцарь. Это Мистер Найт. Мистер Найт работает с полицией. Мистер Найт детектив, частный сыщик. А в Лунный рыцарь он антигерой, его надо ловить. А вот Мистер Найт нет. Как объясняет детектив Полит в первом, по-моему, даже выпуске. Данный комикс выходил на русском языке от издательства Джелли Фидже. К сожалению, на мой взгляд, данный комикс не пользовался той популярностью, которой должен был. Выходил он в трех ТППшках, к сожалению, первые две уже ушли из печати, потому что сколько лет прошло, осталось только третье, «Призрак». Или «Призраки» она называется. Но если вы найдете ее на барахолках, с рук, в магазине, может быть, даже какого-нибудь будет, берите, не раздумывая, это прекрасное, замечательное произведение, которое отлично работает, если у вас есть, тем более, если у вас есть какой-то багаж предыдущих знаний о Лунном рыцаре. Это прекрасно. Далее, комикс, с которым у меня есть забавная история. И комикс, который вышел на русском языке, который еще можно найти. Это «Лунный рыцарь» Грега Смолвуда. «Лунный рыцарь» Грега Смолвуда это занимательное произведение. Многие его читали, многие говорили, что ничего не понимают, многие поливались, многие восхваляли. Я вот из последних был. Это комикс, в котором «Лунный рыцарь» просыпается в психиатрической больнице и понимает, что возможно, чисто теоретически, возможно, что он, будучи не самым здоровым ментальным человеком, никогда не был «Лунным рыцарем». Он не был Джейком Локли. Он не был Северным Грантом. Он не был антигероем. Не был героем. Он сидел в психушке и представлял это все. И что возможно, все его окружающие люди, француз, сайдкик, френчи, Марлин, Джина, все люди, которые с ним существовали в одной плоскости, они тоже не существовали с ним в одной плоскости. Они его коллеги по палате, скажем так. Комикс, который заставляет задуматься и задаться вопросом, а было ли то, что было, или же все это сон собаки. Нарут Узумаки. Комикс, нарисованный Грегом Смоудом и написанный Джеффом Лемиром. Комикс, который я запрещаю, я вам запрещаю его читать, если вы не читали предыдущие серии. Если вы не знаете про этих персонажей. Потому что это тот комикс, к сожалению, наверное, который выполнен с огромной любовью, в отличие от Бендисовского, выполнен с огромной любовью к тому, что создали предшественники. К той истории, которую создали и прописали предшественники. К тому всему, что создали до него, Лемир ссылается и отсылается. И зная то, что было там в первом томе, зная, что было даже у Бендиса, зная, что было у Хьюстона, зная все это, Ты приходишь к Лемиру и получаешь огромнейшее удовольствие В то время как Лунного Рыцаря Бендиса стоит читать сугубо как сферического коня в вакууме В Лунного Рыцаря Лемира запрещено читать как сферического коня в вакууме Потому что он не работает так Он не работает так, как мог бы, да? Грубо говоря, вы можете там в Marvel Wiki прочитать про этих персонажей И потом прийти на Лунного Рыцаря Будет ли это работать? Ну, отчасти Но вы не получите даже толики того наслаждения, которое ты получаешь Когда, зная всю предыдущую его историю, открываешь Лунного Рыцаря Лемира Лунный Рыцарь Лемира — это не очередная глава в истории Марка Спектра Это переосмысление Марка Спектра Это ретроспектива Марка Спектра И это деконструкция Марка Спектра Красивейшая, прекраснейшая деконструкция Поэтому я очень советую вам Лемира Очень советую вам Лемировского Лунного Рыцаря но при этом только при условии, что вы прочтете все, что было до. Ну, не буквально все, конечно, но хотя бы основы, хотя бы то, что я здесь назвал, вот в этих предыдущих, скольки, 7-8 пунктах, прочитав, вы скажете спасибо, поверьте, вы получите огромнейшее удовольствие. И я вам завидую, потому что у вас, как говорится, все впереди. Далее еще один комикс, высший на русском языке, это «Лунный рыцарь Бимиса». Комикс, который, скажем так, довольно приземлен. Читать его после предыдущих томов, после Лемира, после Бенниса и остальных, довольно занятно, потому что это очень сильное понижение градусов, пафосе в безумии, которое творится в жизни «Лунного рыцаря», а безумие, которое там есть, оно подается с юмором. Это история более приземленная и раскрывающая именно главного героя с точки зрения человека. Не сущности и даже не прислужника Хоншу, а именно человека. Она рассказывает про его дочь, про его детей, про Марлин, то есть вот такие вот моменты она охватывает. И в целом она как чтиво для людей, которые не читали там первый том, в целом работает, да, если вы просто берете за данность, что вам сказали. Но все же «Лунный рыцарь» это короткий комикс, который с каждым томом все сильнее тебя затягивает и с каждым томом себя больше требует. Несмотря на то, что комикс по нему вышло мало, но все же знание о том, что было до, оно желательно. Поэтому «Бимис» это... Я его добавил, потому что он здесь на русском языке. Я не думаю, что я добавлял бы его, если бы его не было на русском языке, хотя мне нравится данный том. Но в целом, после «Лемира», да и в целом даже до «Лемира» можете почитать «Бимиса наследие», можете попробовать, и в целом вы получите крепкую, добротную историю про «Лунного рыцаря», его сражение с культистами, сражение в попытках защитить дочку, защитить Марлин и все остальное. А также его постоянные психозы, которые выполнены, как я уже говорил, с юмористической изюминкой. И последнее, что я добавлю, потому что это выходит на русском языке, и что я бы не добавлял в оном случае, потому что это «Ангоинг», он еще выходит. Это «Лунный рыцарь» Джед Маккея. Человек, о котором я много раз уже говорил на этом канале. Это человек, подаривший нам прекрасного тоскмастера, человек, написавший довольно неплохую кошку, черную кошку. Ну ладно, он еще отчасти виноват в проклятии, доктор Странш, но не важно. В общем, человек, у которого по большей части хорошие штуки. «Лунный рыцарь» Маккея пошел по немного иному пути. У нас уже был «Лунный рыцарь приземленный», «Лунный рыцарь в психушке», «Лунный рыцарь изолированный», «Лунный рыцарь в надне», «Лунный рыцарь не на дне», «Оптимистичный» здесь «Лунный рыцарь, выполняющий роль прислужника Хоншу». И теперь у нас есть «Лунный рыцарь, защитник страждущих в ночи». «Лунный рыцарь» защищает свою территорию города всячески от разных угроз, в том числе от вампиров, и набирайся новый саппорт-каст. Это неплохой том. Я бы не поставил его на тот же уровень, куда я ставлю первый том, Лемира, даже Хьюстона. Но это крепкий ангонинг про «Лунного рыцаря», который доступен сейчас. Альпака его издает на русском языке. Да, кстати, и что? Бимис они тоже издали на русском языке. И его сейчас Альпака издает в синглах. И вы его в синглах можете найти. В целом, он как бы немножечко хватает отовсюду. Он хватает немножечко мускулинности из нулевых. Он хватает мистера Найта из Элиса и Вуда и Бана. Это крепкий ангонинг. Крепкий ангонинг с харизматичными персонажами, с появлениями старых знакомых, типа Тигры, с которыми у него, у «Лунного рыцаря» были романтические отношения в «Местителях западного побережья». И вот всего такого. То есть, пока что не могу сказать в целом про весь ран, потому что он еще не закончен. Поэтому только о своих впечатлениях в процессе чтения. А раз он выходит на русском языке, вы можете приобщиться тоже. Поэтому имейте в виду, макеевский ран неплохой. В целом довольно неплохой. И, наверное, на этом все. Я перечислил довольно много. И, честно говоря, у меня были потуги сделать 20 комиксов про «Лунного рыцаря», которые вам стоит прочесть. Но я все-таки стараюсь сделать данную рубрику для относительно новых читателей или читателей, у которых не самый большой бэкграунд по тем или иным персонажам. И они хотят узнать что-то новое и найти для себя что-то новое. А то, что для них новое, для нас может быть довольно старое. Именно поэтому я взял плюс-минус общие штуки, закинув туда вещи для начитанных ребят, может быть, которые они не читали. Которые вы не читали. Хотя все вы у меня читали. Вы же чтецы там у меня все. Но, в целом, имейте в виду, если вы хотите залететь в «Лунного рыцаря», с головой окунуться в него, то вас ждет офигительное путешествие. Это я могу вам гарантировать 100%. Другое дело, что читать придется в том числе и на английском языке, или же в интернете, если есть сканлейт. Я, к сожалению, не знаю. Но поверьте, когда вы пройдете этот путь, вы будете счастливы, рады, и я уверен, что вы не уйдете обиженными, не уйдете расстроенными. Поэтому я всячески рекомендую вам заценить хотя бы большую часть того, что я сказал, попробовать, желательно в том порядке, который я назвал, и тогда вас ждет отличнейший лунный опыт. И вы будете подходить к людям, которые только смотрели сериал и говорить, «Да что ты знаешь?» Сейчас тебе расскажу вообще, кто такой Спектр. Сейчас ты у меня получишь информацию за Шивард. Но перед тем, как мы закончим, я обязан сделать объявление. Господа, у издательства Рамона, у моего издательства, вышел новый комикс «Человек-паук», «Доктор Осьминог», «Забылся» и «Карри Эндрюса». В ТПБ в пяти обложках, которые вы можете найти, это эксклюзивная комикшопная общая обложка, а также есть основная, обложка для магазина 28-й, обложка для магазина книжки с картинками и обложка для магазина «Человек-паук». Все они, насколько я знаю, на данный момент в наличии, поэтому если вдруг вы хотите узнать про становление «Доктора Осьминога», о том, как он, будучи ребенком, прошел огромный, абьюзивный путь, став тем, кем он стал, невероятно метафоричное и красивейшее произведение, если вы хотите его получить и купить, у вас еще есть... Тихо. У вас еще есть эта возможность, тем самым вы получите офигенный комикс, относительно дешево, и поддержите меня. Мне кажется, это здорово. Вот, во всех магазинах вашего города. Ну, не уверен, что прям в каждом городе. Но во всех магазинах. Во многих магазинах страны. И в пятерочке нет пока что, но мы работаем над этим. Если вдруг вы купили уже Осьминога, и Росомаху Черно-Белый Кровавый, и Боуна, и Усаги, и все, вообще и Рыцари Марвел 20 лет, и синглы 100 лет Марвел, вообще всю Рамону вы скупили, но хотите поддержать мой канал, то вы можете это сделать, подписавшись на Бусти. Ссылочка будет в описании, и в конце ролика. Это сервис, благодаря которому я могу получать деньги, обменивая его на всякие плюхи, которые там указаны. Вот я недавно туда добавил полный порядок чтения по фонарю, который у меня был на Патреоне. Так что вы можете уже найти его, чекнуть, и там будут эксклюзивные ролики, и всякое-всякое-всякое. Посмотрите, может быть, что-то вас заинтересует, и вы сходите поддержать канал финансовый, и получить что-то взамен. Вот как-то так. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, репостите его себе на странице, чтобы больше людей знало, что читать «По лунному рыцарю», а что не читать «По лунному рыцарю», перед тем, как смотреть сериал, или же после сериала, чтобы изучить его подетальнее. Подписывайтесь на канал, тут много всего такого было, есть и будет. Меня зовут Руслан Хубиев, спасибо, что смотрели, и... всех благ. Отдельное спасибо следующим замечательным, чудеснейшим людям, а именно Дмитрию Клименко, Григорию Фарафонову, Диане Лагун, Владимиру Волокарду Данилову, Виктору Губенко, Левиафану 941, Даниле Бирюкову, Некрофаго и Олле Полякову за поддержку канала на сервисах Patreon и Boosty. Субтитры сделал DimaTorzok